День, большое спасибо за эту возможность встретиться с вами. Завершается ваш официальный визит в Москву, в столицу России. Он был чрезвычайно насыщен, у вас было много встреч, в том числе и с руководством России. Как вы оцените итоги визита? Что самое памятное для вас за эти дни было в Москве? Уважаемый Михаил Саванонович, добрый день, очень рада вас видеть, очень рада вновь быть в Москве. Прежде всего хочу выразить глубокую признательность руководству Российской Федерации, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, главе правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, председателю Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, за теплый душевный прием, за интересные встречи и переговоры. Наши страны связывают прочные традиции дружбы и добрососедства, и сегодня мы характеризуем Азербайджано-российские отношения как стратегическое партнерство. Я считаю, что отношения между нашими странами в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю свою историю. Существует активный политический диалог, регулярные встречи между президентами Азербайджана и России определяют многовекторность наших отношений и придают импульс развитию взаимосвязей практически во всех сферах. Как я сказала, Азербайджан и Россию связывают до внешней, прочной традиции дружбы и добрососедства. Наши страны динамично развиваются, и это создает новые возможности для расширения международных связей. Мой визит, как вы отметили, был насыщенный, интересный. Прежде всего, конечно, хочу отметить свою встречу с президентом Российской Федерации, с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным. Это была замечательная возможность обсудить многие аспекты наших двусторонних отношений. Во время этой встречи президент Российской Федерации вручил мне орден дружбы. Для меня большая честь получить эту награду. Я расцениваю ее как еще одно подтверждение высокого уровня азербайджана-российских отношений. И, конечно же, рада, что в деле развития нашего стратегического партнерства есть и мой скромный вклад. Вы совершенно справедливо сказали, что нынешние отношения России и Азербайджана действительно как никогда тесные. И действительно они уходят в корнями далекое прошлое. Но, с другой стороны, с сегодняшним отношением, конечно, мы обязаны прежде всего тесным взаимодействием. Вы тоже это отметили. Лидеров наших стран, президента Владимира Владимировича Путина, президента Владимира Владимировича Алиева, они как бы цементируют эти связи. И все же, в каких сферах, вот вы говорите, многоверхности, в каких сферах вам кажется наиболее перспективным наше сотрудничество? В каких сферах оно наиболее приносит реальные плоды? А где наваждят еще нереализованный потенциал? Как я сказала, российско-азербайджанские отношения, они охватывают практически очень широкий спектр. Это экономический блок, это взаимодействие в гуманитарной сфере. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Если коснуться экономической сферы, взаимодействия в экономической сфере, то тут уже успешное взаимодействие приносит свои плоды. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. По импорту не нефтяной продукты занимает первое место. Отрадно, что отмечается неуклонный рост товарооборота между нашими странами. В прошлом году российско-азербайджанский товарооборот с ростом 19% составил 2,6 миллиардов долларов США. За 9 месяцев текущего года отмечается рост уже в 26%. Также хорошие показатели в встречном инвестировании. Объем российских инвестиций в Азербайджан составляет 4,9 миллиардов долларов США. Азербайджан инвестировал в экономику России 1,2 миллиарда. Очень отрадно, что в последнее время, помимо традиционного взаимодействия в нефтяном секторе, у нас развивается большое количество совместных проектов в так называемом не нефтяном секторе, таких как машиностроение, производство оборудования, химическая промышленность, фармацевтика, энергетика, транспортная сфера. Среди конкретных примеров могу назвать завод Сокар-Полимер, модернизацию предприятий азерхимии, сборка и производство грузовых автомобилей КАМАЗ, строительство первой очереди завода лекарственных препаратов AirFarm. Очень важным и перспективным направлением в нашем взаимодействии является транзитно-транспортная система. И тут одним из важнейших совместных проектов является создание международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит западноевропейские рынки с азиатскими потребителями. С момента начала реализации этого проекта в прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту длиной более чем 7 тысяч километров возросло 8 раз, а за 6 месяцев текущего года уже рост 60%. В рамках этого же проекта в будущем году будет сдана в эксплуатацию новая четырехполосная автомагистраль Баку, границы Российской Федерации. До конца этого года будет реализована и сдана в эксплуатацию совместный мост через приграничную реку Самур. Вы знаете, Михаил Иванович, насколько я знаю, в качестве первого вице-президента вы основное внимание уделяете развитию гуманитарной сферы, социальной, культурной. Это как бы сфера вашего пристального интереса. И это же является, на мой взгляд, очень важным фактом российско-азербайджанского сотрудничества. Вот в этом контексте, как вам кажется, развивается эта часть наших взаимоотношений, поскольку она, вот вся эта гуманитарная сфера, она касается всех людей, она касается духовной жизнью, она касается наших, ну что ли, исторических корней, опять же таки. Вот в этом плане, что вам кажется сейчас наиболее важным? Вы абсолютно правильно подчеркнули. Гуманитарная сфера, гуманитарная область – это так называемое межчеловеческое общение в межгосударственных отношениях. И я очень рада констатировать, что у Азербайджана российские отношения в гуманитарной сфере носят образцовый характер. Регулярно у нас в столице проводится созданный по инициативе президента России и Азербайджана международный гуманитарный форум. Общеизвестно, бережное, уважительное отношение в Азербайджане к русской культуре, к русскому языку. У нас в стране более чем 300 школ преподавания ведется на русском языке. Ежегодно проводится олимпиада по русскому языку. В 14 государственных вузах функционируют русскоязычные кафедры, русскоязычный сектор. В прошлом году в Азербайджане более 130 тысяч учеников средней школы и более 25 тысяч учеников высших учебных заведений получили образование на русском языке. Также на высоком уровне сотрудничества между вузами в Азербайджане успешно функционируют наши столицы филиалы Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. С этого года началась совместная реализация программы двойных магистрских дипломов Азербайджанской дипломатической академии и Московского государственного института международных отношений. В Азербайджане многотысячная русская община, она вносит свой достойный вклад в общее развитие нашей страны. Проводится множество выставок. Дни культуры прошли в этом году, Дни российской культуры в Азербайджане. В будущем году планируется встречное мероприятие Дни азербайджанской культуры в России. В этой области наши отношения, как я сказала, являются образцовыми. Это очень важно, потому что это действительно та сфера, которая сближает людей, сближает народы. И мы заинтересованы, чтобы сохранить это общее гуманитарное пространство. Вы знаете, президент Азербайджан Александрович Алиев многократно говорил о том, и это достаточно часто мы слышим с разных трибун, что мультикультурализм, который не прижился в целом ради стран, к сожалению, в европейских странах, для Азербайджана он имеет корневое значение. Более того, он сегодня абсолютно реально возражаемо наблюдаем. С ним же рядом взаимосвязано то, что называется, многоконфессиональности. Буквально недавно в Баку прошел второй саммит олигерозных лидеров, где присутствовали представители самых разных мировых религий, и все они отмечали удивительную многоконфессиональность в Азербайджане. Вот за счет чего это добивается? Это только исторические корни или это целенаправленная деятельность сегодняшней власти Азербайджана? Как вы видите дальнейшее развитие в этом плане? В одном из своих выступлений президент Азербайджанской республики отмечал, что слово мультикультурализм достаточно новое в нашей лексике, но традиции, которые стоят за этим словом, они имеют многовековую историю. И Азербайджан, он находится на перекрестке цивилизаций, культур, религий, и безусловно это отражается на его многовековой культуре толерантности и мультикультурализма. В нашей стране веками люди различных национальностей, культур и религий проживали и проживают в условиях мира, согласия и дружбы. И сегодня эта традиция, она является и поддерживается государственной политикой. Поэтому Азербайджан сегодня превратился уже в международную признанную площадку, где проводится большое количество международных мероприятий, направленных на укрепление межрелигиозного, межнационального, межкультурного диалога. Вы отметили прошедший недавно у нас в столице второй саммит лидеров мировых религий. Мы абсолютно правильно подчеркнули, что в сегодняшнем современном мире, где, к сожалению, растет общее напряжение, где мы становимся свидетелем того, что растут такие опасные тенденции, как расизм, ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, использование религии в разжигании межнациональной и межрелигиозной конфронтации. Все эти вопросы сегодня имеют общечеловеческую значимость. И то, что в Азербайджане они поднимаются, поднимаются на самом высшем государственном уровне, я думаю, что это не случайно, потому что, как я сказала, в Азербайджане есть давние традиции. И вместе с тем это очень важно, чтобы эти месседжи, которые звучат на таких международных мероприятиях, были доведены до всей мировой общественности. На саммите, на втором саммите лидеров мировых религий участвовал патриарх московский в Сея Руси, выступил, и все его месседжи, обращения, я считаю, что они сегодня очень актуальны, и, может, актуальны, как никогда, потому что, к сожалению, в мире есть тенденция к росту вот этих опасных явлений. И я уверена, что только общими усилиями, усилиями как на уровне глав государств, так и среди просто гражданского общества можно остановить эти угрозы. У меня еще один вопрос. Вы знаете, вот среди очень важных встреч, которые у вас были в Москве, особенно, мне кажется, стало замеченным, и оно широко освещалось, это открытие нового павильона Азербайджана на то, что раньше называлось ВДНХ, выстреление народного хозяйства. У этого тоже своя история, и вы о ней хорошо сказали на открытии. Но я обратил внимание на то, что вот это обновление павильона, фактически новое рождение, связано с фондом Гидара Леева, который вы возглавляете. Фонд стал одной из крупных международных общественных благотворительных организаций. Он имеет сегодня репутацию очень авторитетной общественной организации в мире, а вы его все годы возглавляете. Вот как вам видится дальнейшее развитие фонда, может быть, через призму вот этого московского павильона? Прежде всего хочу выразить еще раз благодарность руководству Российской Федерации, правительству города Москва за возможность, созданную ими, азербайджанскому государству принять участие в реставрации своего национального павильона «Азербайджан» на территории ВДНХ. Я очень рада, что в рамках моего официального визита произошло это знаменательное событие. Я испытывала чувство гордости, участвуя в открытии нашего национального павильона. ВДНХ сегодня является одним из крупнейших выставочных центров мира. Огромное количество гостей посещает ВДНХ в течение года. Должна отметить, что команда фонда отнеслась к этой работе очень трепетно, очень ответственно, потому что была поставлена цель восстановить первоначальный облик павильона, вернуть ему национальную аутентичность. Была создана большая рабочая группа, привлечены лучшие специалисты как из России, так и из Азербайджана. Внимание выделялось абсолютно всем, вплоть до узоров, чтобы воссоздать тот оригинальный облик. И, конечно же, то, что мы видим сегодня, это очень радует. Я уверена, что каждого азербайджанца радует. Обновленный павильон Азербайджана открывает свои двери для гостей столицы. И вместе с тем, я уверена, что это еще одна площадка, которая также будет служить укреплению наших связей, связей между нашими странами, между нашими народами, в частности, в гуманитарной сфере. Что касается фонда Гейдара Лива, фонд Гейдара Лива был создан в 2004 году. Основные направления его деятельности это такие важнейшие сферы, как образование, здравоохранение, поддержка молодежи, поддержка наиболее уязвимых слоев населения нашей страны, в частности, помощь беженцам и вынужденным переселенцам. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за 15 лет своей деятельности фонд снискал большое уважение, как в нашей стране, так же за ее пределами. Наша основная идеология фонда заключается в том, что помимо реализации крупномасштабных проектов, а по линии фонда Гейдара Лива за эти годы в стране действительно сделано очень много работ, построенные сотни школ, детских садов, реставрированы архитектурно-исторические памятники, большое количество мероприятий организовано. Мы всегда стараемся не забывать, что все эти дела направлены на то, чтобы люди в нашей стране жили лучше. И мы стараемся видеть и слышать отдельного гражданина. Поэтому, помимо общеизвестной работы фонда, который широко освещается, есть еще часть работы, которую мы не афишируем. То есть фонд сегодня в Азербайджане является организацией, куда наши граждане знают, что при обращении максимально будут приложены усилия, чтобы оказать всякую возможную помощь. Я горжусь, что в фонде работает такая очень патриотичная, хорошо образованная, выросшая, можно сказать, уже в независимом Азербайджане команда молодежи. И наши успехи, конечно же, это тоже успех командной работы. И поэтому основное, основное достижение фонда Гейдара Алиева, на мой взгляд, это то, что он снискал такое уважение и любовь азербайджанского народа. Ну, я хочу вас поблагодарить за беседу, уважаемый Иргман Ханом. Здоровья вам, удачи и всего самого-самого доброго. Спасибо большое. Спасибо, Миша. Спасибо.